приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games на аккаунте михалычей прям ожидать нам осталось очень мало 17 сезон буквально уже виден на горизонте последний конечно же пост официальной группе о том что сезон выйдет очень быстро и очень скоро поэтому единственное что нам остается это ждать ну и узнавать много крутой информации как и где добывается эта информация пока что ну не в курсах но тем не менее у многих ребят она уже вышла я самые интересные моменты естественно взял как говорится сливки и давай-ка мы познакомимся с новой информации естественно уже все знакомы с локацией фабрика да на фабрике будут в основном проходить все что нас интересует также ребят у нас будет много чего связано с портом потому что вашущее количество очков мы также сможем получить за отправки вы не забывайте что как этот ролик наберет 700 лайков сразу разыграя 500 рублей ребят 500 рублей лишними никогда не бывает можно купить мороженое когда что угодно поэтому пожалуйста ставьте лайки как только видосик 700 набирает все ребята которые подписаны на канал написали комментарий минимум с трех слов и естественно поставили лайк получает возможность получить крутой приз от души вам благодарен за поддержку ну и конечно же за эту поддержку вот такой вот бонус надеюсь победишь именно ты ну и желайте удачи мы ребят передвигаемся в порт потому что здесь отправки будут тоже также цены как и в шестнадцатом сезоне здесь тоже так как и в шестнадцатом сезоне мы ребят будем отправлять отправочки получать ценный опыт за выполнение конечно же вот этих вот заданий то есть мы будем получать опыт получать топовые награды сезонные что я хотел взять я уже здесь подготовился взял с собой немного огнестрела поэтому мы сейчас выдвигаемся в недры порта потому что приблизительно такая же локация нас ждет только на фабрике и там тоже ребят есть немного вопросов возникает вопрос что и где появится сейчас у нас есть стопроцентного инфа что и как будет добываться полюбасу мы будем добывать какие-то ресурсы эти ресурсы будут называться странный материал и особый сплав особый сплав мне кажется что будет переплавляться странного материала ну или например просто получать его в процессе прохождения выпадает будет из зомби а может быть будем добывать там с помощью кирки или еще как-то за странный материал и конечно же особый сплав мы будем получать плюс очки до нашего конечно же выполнено в сезона и также можем у торговца выменять это все на какие-то крутые бонусы например уменьшать броню наших противников например увеличивать броню у нас или например увеличивать урон у нас добавлять себе процентные соотношение получаемого опыта то есть теперь можно будет семена мозгових и взять плюс вот эти бафы на получение опыта представьте себе насколько быстро будет прокачиваться персонаж поэтому готовьтесь готовьте побольше огнестрела я надеюсь что уровень полетит очень быстро и те ребята которые сейчас стремятся допить добыть 150 уровень прям попадут в рай в соотношении прокачки но не знаю тут даже сейчас вопрос задается будет ли состоковаться это все дело то есть самое главное будет ли стоковаться семена мозговихи и конечно же сам вот этот вот прикол с бонусами в нпс новой нпс фабрики естественно будут обменивать вот эту всю штуку об этом я немножечко рассказывал прошлых видях сейчас немного больше узнал то есть там побольше по большей мере бонусы приблизительно такие же как у торговца и даже круче то есть это будет как минимум большой бонус для всех нас дальше естественно интереснее потому что локации на которых будет развиваться вот это все дело это будет конечно же две локации это будет наша старая фабрика конечно же подвал фабрики и дом на краю леса также по некоторой информации будет шахта в шахту мы будем опускаться может быть вместо шахты это будет подвал фабрики или дом на краю леса в котором и будет эта шахта то есть ребята это будет локации которые помогут нам добывать вот эти именно странные материалы или вот эти вот сплавы поэтому вот так вот это все будет продолжаться готовьте я не знаю будут ли нужны нам кирки но самое главное что готовьте побольше оружия желательно огнестрельного я не думаю что прям сильно нам там дадут возможность отстреливаться или отбиваться ближнебойным оружием по любасу там будут какие-то злобные зомби которые требуют серьезного вмешательства от нестрела но я надеюсь что так же как и все сезоны пройдут достаточно ну не идеально но достаточно реально и круто в плане именно сильных зомби потому что многие из нас и я в том числе не сильно люблю жесткие замесы например вот здесь в порту когда ты опускаешься в сток и ты здесь чувствуешь себя достаточно уверенно но если ты сольешься то потеряешь все вот это большой минус поэтому ходить лучше сюда с реаниматором я надеюсь что многие из вас этим и занимается не знаю возможно вот не добивается паразита по 30 чем-то пробивает в броню спецвойств представьте что они сделать с военной понятно что здесь себя чувствуешь ну как-то более защищенным и надеюсь что именно в новых локациях не будет такой ну не знаю опасности именно с лицей потерять все потому что тактические рюкзаки это раз вторых естественно не сильно легко добывается надеюсь что в этом сезоне мы сможем добыть не один тактический рюкзак и как бы наслаждаться сезоном еще больше потому что чем больше тактических рюкзаков тем быстрее и больше я их теряю мне уже достаточно много но тем не менее хотелось бы рассказать и вам ребят что много как говорится хороших вещей не бывает мы охотимся вот за такими ящиками я думаю что в подвале нашего конечно же фабрики тоже будут вот такие вот ящики красивые которые будут вам позволять нам ну добывать вот эти вот странные ресурсы редкие материалы обмениваться и я думаю что игра зацветет новыми красками потому что мы сможем ну как минимум позволить себе выкачать уровень драгоценнейшие рейды достать мы конечно же сможем теперь уменьшить паранью противников увеличить себе может быть скорость самый главный баф это будет скорость передвижения представьте себе бункер браво всегда у нас было тяжелой темой потому что там ну как вы знаете радиация очень пагубно влияет на персонажа он очень сильно надбивается и я вам скажу что это печаль обидная не хочется конечно ни разу чтоб это было но тем не менее что сделаешь что поделаешь я понимаю сам что скорость там очень главные атрибуты и очень важные очень важные атрибуты и например даже в антират брони я вроде бы как то и понимаю что у меня надбивает радиация поменьше но самое главное что в спецвойск брони ты двигаешься быстрее за счет скорости прохождения и получается можно так сказать более эффективно использовать наш кевларовый сет или например спецвойск броню именно в них увеличится скорость передвижения сейчас же я так понимаю что можно будет увеличить скорость и прям в любом сайте чувствовать себя быстро например когда ты в воде ну вот я судя по бункеру браво когда я в воде очень замедляется скорость передвижения а если еще блин вот в таком сете как антирация практически уйти от взрывов зомби например этих же саперов этих же подрывников очень сложно ты прям вот я прям на грани ухожу от этих взрывов поэтому я ребят хочу сказать что это будет топово когда мы сможем ну вот скоростью движения просто с легкостью уходить от взрывов с легкостью конечно забирать то что там везде лежит и самое главное проходить быстрее чем быстрее прошел тем быстрее естественно топовый лут нашел здесь же вот в стоках я естественно всегда нахожу какие-то насосы которые я думаю что в дальнейшем будут обязательно использоваться я думаю что нам дадут обязательно еще одну жизнь вот этому всему и ну не может быть такая огромнейшая работа проделана разработчиками они конечно делают колоссальную работу и вот эти локации просто вот так вот стоят моя мечта о привет кишник моя мечта конечно же оживить зимние локации я всегда хотел чтобы на зимних локациях ввели что-то такое чтобы ребята туда чаще ходили ну вот зимняя локация для многих это ну локация я лучше пойду на рейд на форме батареи причем эффективно да получу много меди и также есть ребят задачи то что фильтры много часто много не добываются в большом количестве то есть получается фильтры очень сложно добыть и вот один из способов это конечно же прийти вот сюда красиво здесь все всех раскидать и красиво естественно получить свой фильтр один или даже два здесь же мы находим и резину и все остальное я весь этаж не лутаю я лутаю только вот эти три ящика все комнаты не захожу то соотношение например оружие какого топового лута я не вижу но самое главное что мы теперь знаем к чему готовится готовим тучи а где стрела от готовим тучи естественно ближнебойного оружия броня я знаю ну вот у меня аккаунт кажись я всегда думал что хороший топовый аккаунт есть ребята которых просто намного намного все жестче круче блин вот только что чуть не слился ребят если бы я за стенку не спрятался 40 урона это жесть это просто жесть представьте себе что два плевка и до свидания поэтому открывать некоторые комнаты нужно с особой осторожностью я не помню чтобы у меня три раза подвал открывался по моему существует способ чтобы три раза подвал открылся ох ты чё колбасит соло колбасер по пояс голый я думаю что это возможно когда-то вот этот вот берсерк был очень сильным я не знаю давайте убьем толстяка посмотрим что здесь кстати насосом воду откачал ну смотрите сколько этот берсерк пробивает 12 моему кулаком он бьет побольше 20 когда-то этот берсерк дрался очень больно и многие ребята терпели фиаску от того что этот берсерк пробивал 60 я не помню чтобы давайте так скажу по моему по моему мнению я это где-то здесь были такие суровые зомби смотрите три насоса это круто потому что вы сами знаете что насосы это топовая тема и вот эти насосы если ты собираешь катер они как-то выпадают очень странно то три то четыре то два то вообще ни одного поэтому шанс выпадения зависит от вашего везения вот так вот я получил достаточно неплохой лут в плане там кислоты и каких-то частей двигателя даже гаечные ключи переработать насосы можно естественно воздушный фильтр те которые всем ценятся карты местности сейчас хотел обратить внимание на карты местности многие из вас наверное сразу скажут что это такое потому что ну как бы я не проходил вот эти подвалы листок как их называть на любом стриме все равно находятся люди которые задают вопросы что за карты местности вы здесь вот в этого мужичка можете получить крутые награды видео так вот ключа карты местности вот вы видите у меня один процент заюзов карты местности просто использовав многие даже не понимают что они получили я получил немного опыта поверьте чем меньше опыт чем меньше уровня у вас тем больше опыта вы здесь получаете поэтому соотношение оп карт местности к опыту которую вы получите возрастает с уровнем поэтому да я сказал бы что в начале они очень эффективны и старайтесь их откладывать на потом то есть юзайте сразу получаете сразу и есть один еще лайфхак который бы сказал я понимаю что хочется очень сильно открыть ящики с ключами и многих еще нет кислотной ванны я хотел сказать что только когда вы достигнете вот этого уровня начнут падать винты с ящиков которые вы за ключи активируйте как только вы достигнете вот этого вот уровня не помню то по моему одиннадцатый или пятнадцатый уровень вы будете получать в каждом ящике уровень поэтому ребят я бы советовал вам нас собирать такое количество ключей пока уравнительные начнут падать и потом в каждом из ящиков вы получите по уравнителю это круто это мегалодонский способ и это мега топовая инфа ну что я надеюсь что о таком вот сливы инфы который сейчас произошел конечно же многие уже знают но тем не менее я не знал и хотел с вами поделиться то есть ожидаем несколько новых локаций фабрика основной фабрика основная которой будут нпс и которые будут давать задания мы будем выполнять задания ежедневные там у нпс на фабрике там будем получать опыт который будет нужен для того чтобы пройти все задания то есть для того чтобы получить все награды сезона дальше следующий возможно это какие-то странные ресурсы которые будут тоже можно будет выменивать на тот же опыт который здесь будет появляться ну и третий вариант это отправки отправочки отправочки конечно же отправки это самая тема любимая многих и я думаю что отправлять вот эти вот посылки всегда круто и интересно и весело например получить трансмиссию или гранату мину или гранатомет возможно даже здесь может быть шанс небольшой но тем не менее он есть я не знаю как он работает но мину я уже получал трансмиссию я уже получал гитару получал представьте себе многие тоже получали очень много резчайших вещей гранатомет не получал в сс не получал fans car один раз по моему получал или может быть не на своем аккаунте но не важно замка самое главное что ребята присылали кроме меньшее количество скринов, которые просто топовые ресурсы падали именно здесь. Сейчас бы хотел напомнить, что участие в розыгрыше открыто для всех. Как только ролик набирает 700 лайков, мы разыграем 500 рублей. 500 рублей получит кто-то из тех ребят, которые напишут комментарий минимум с трех слов. Кстати, очень много ребят отсеивается из-за того, что не пишут с трех слов комментарий и не подписаны на канал. Поэтому, ну, в принципе, я рад, что то количество комментариев, которые есть, они, во-первых, дублируются. Некоторые пишут по несколько раз, засчитывается только один комментарий. Ну, в принципе, несколько раз писать это не проблема. Ну, и самое главное, что те, кто написали несколько просто там топ или первый один единицу ставят. Ладно, шоколадно, вы сами знаете, как принимать участие. Лайк, комментарий, подписка и, конечно же, удачи всем. Удачи в нашей жизни очень много значит. Не забывайте, ребят, что 500 рублей может быть именно ваше.